Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 7 января, день Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Рождение Иисуса предсказали волхвы, они пришли из восточной страны. Есть мнение, что из Персии здесь процветало искусство звездочетцев, другие полагали, что они были из Аравии, потому что эта страна богата была золотом, ливаном и смирной. Другие считают, что волхвы пришли из Эфиопии, оттуда пришла некогда царица Савская в Иерусалим, чтобы послушать премудрости Соломона. В день рождения Христова верующие вспоминают величайшее чудо рождения Иисуса Христа. Собираются в храмах, где проводят праздничное богослужение. Затем посещают родных и близких, чтобы укрепились семейные традиции. Хорошая примета, если в дом первым войдет двое мужчин, значит в течение года в семье не будет ссор. Если первой в дом входит женщина из чужих, это к несчастьям и болезням женщин в течение года. С этого дня и до самого крещения, то есть до 18 января, начинаются святки. Святые дни, связанные с событиями появления на свет Иисуса Христа. В эти 12 дней принято веселиться, справлять свадьбы. Значит свадьба сегодня к счастливому браку. Рекомендуется думать только о хорошем и проводить время внутри своей семьи. Это семейный праздник, время веселья и радости. Для забот и житейских проблем все остальные дни года. Приметы. С этого дня начинаются настоящие рождественские морозы. Какой является погода после Рождества Христова, таким и будет весь период после Петрова дня, то есть после 12 июля. Если сегодня оттепель, это к теплой и ранней весне. Если ударят морозы, холодно будет и на крещение. Если Рождество выпадает на пятницу, значит зима будет длинной, а лето коротким. Если на воскресенье, и жди удачи во всех делах. С Рождества и до Старого Нового Года нельзя ссор из дома выметать. Нельзя плести, потому что может родиться кривой. Нельзя сшить, может уродиться слепой. Не употребляйте спиртное, можешь пропить годовой доход. Если хозяйка разбила посуду, либо что-то разлила, это к ссоре. Нельзя ходить на рыбалку и в лес, чтобы не тревожить водяных русалок и леших, отмечающих праздник. Если сегодня, глядя на небо, искренне помолиться и загадать желание, оно обязательно сбудется. Итак, мы с вами разобрали, что содержится в кожуре яблока, в мякоти и в его середине. А теперь, давайте поговорим о том, как это все можно использовать для того, чтобы предохранять себя от каких-то расстройств, заболеваний. Или даже лечиться с помощью яблок. Вначале поговорим о кислых и сладких яблоках. Как их лучше использовать. Оказывается, кислые сорта яблок лучше всего используют при ожирении и сахарном диабете. Органические кислоты способствуют тому, что они расщепляют жиры, улучшают деятельность пищеварительных желез, в том числе и поджелудочных. И за счет этого способствуют тому, что мы гораздо себя лучше чувствуем при сахарном диабете, особенно второго типа. И естественно сбрасываем лишний вес, который нам не нужен. То есть идет хорошее окисление жиров с их выведением. И плюс, конечно, здесь никаких содержится калорий. А, то есть это даже можно для людей, которые хотят похудеть. Да, как раз. Также может яблочная диета, что-нибудь такое есть. Но если мы будем использовать яблочную диету, яблочная диета подразумевает. Это не то, что мы будем есть в течение дня и целой недели только одни яблоки и больше никаких продуктов. Нет. Это говорит о том, что часть продуктов, которые, допустим, хлеб, картофель, мясо, мы можем заменить на яблочки. А именно от 3 до 5 яблок ежедневно съедая с остальной пищей, мы тем самым сидим на яблочной диете и получаем хорошие результаты. А именно сбрасываем лишний вес и улучшается у нас пищеварение. То есть поджелудочная железа укрепляется. А вот сладкие яблоки. Да, а вот сладкие яблоки можно использовать для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, печени и почек. Оказывается, печень, она любит такого сладенького, но естественно сладость. Можно использовать яблочки. Их можно так есть. Их можно использовать в виде сока, свежевыжатого сока. Их можно использовать в виде компота из сухофруктов. Также можно из яблочек делать разного рода салатики вкусные и есть. А вот оказывается, особой полезностью обладает и недозрелая яблота. Почему? Оказывается, для того, чтобы яблоко стало зрелым, в нём должны образоваться и, я бы так сказал, созреть. Сахара. А в недозрелом много органических кислот. И вот эти как раз органические кислоты и хорошо подходят для лечения желудочно-кишечного тракта. От разного рода бактериальной инфекции и тому подобное. А если у кого язва? Вот, оказывается, яблоки не только показаны, но и противопоказаны. У тех, у кого имеется язва, особенно двенадцатиперстной кишки, кислые яблоки противопоказаны. Можно использовать немножечко сладкие. Итог тщательно пережёва, тщательно пережёва, но в небольшом количестве. В перезрелые яблоки. Оказывается, в перезрелых яблоках органических кислот мало, зато много сахаров. А вот эти уже яблочки противопоказаны людям, страдающим сахарным диабетом. И есть такие расстройства желудочно-кишечного тракта, при которых вроде как яблоки противопоказаны. Но можно использовать печёные яблоки. Мы их запекаем, яблочко. У нас получается, что вот эти все кислоты разрушаются. И там образуется много, наоборот, этих пектинов, которые лечат. Идут по желудочно-кишечному тракту и залечивают различные язвочки и прочее, прочее, что у нас там образовалось от неправильного питания или ещё какие-то расстройства. Вот бывает такой урожай яблок огромный, что не знают, куда его девать. И тогда из яблок делают яблочный уксус. Яблочный уксус оказывается таким интересным веществом, обладающим большим спектром целебных свойств. И особенно на сердце и сосудах. Там содержится много калия. А калий, он антагонист соли и выводит лишнюю воду из организма. При этом органический калий способствует тому, что подпитывает сердечную мышцу. Поэтому как с помощью яблок, яблочной диеты, яблочного компота, яблочного сока, можно укреплять сердце. Если сердце слабо, можно укреплять. Кстати, мы ещё не говорили, что в яблочках содержится и железо. Железо мало, но зато он биологически активный. И если мы с вами, ну для того, чтобы побольше железа получить, как его получить? Ну, чтобы достаточного было в организме, я думаю, что надо съесть, допустим, 10 яблок за один раз. Это тяжело. Тяжело. Очень тяжело. Но, если мы с вами выдавим из яблок сок свежий, то мы эти 10 яблок запросто примем. И получим всё необходимое железо биологически активное, которое нам надо. И более того, яблоки, как я уже говорил, за счёт своих антиоксидантных свойств, они защищают организм от онкологии. Поэтому, если мы хотим более усилить эту защиту и кроветворение, мы с вами делаем сок, и мы его с вами сделаем из свёклы и яблок. Сок получается необычайно вкусным, необычайно полезным. И человек защищён как от анемии, так и от онкологии. Тринадцатая лунная сутка. Дело идёт к полнолунию. Приливная волна в океане вновь набирает силу. А в организме усиливается циркуляция всех жидкостных средств. Крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и умоложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление ткани. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу, пейте свежие соки, обновляющие кровь, яблочный и свекольный. В готовое блюдо добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Приливаются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний. 14 лунные сутки. Инергетика лунных суток постоянно возрастает, и это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм, особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочеводным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение. Не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. Очень хорошо заниматься ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение. А также приучает к восприятию тонких ощущений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова